Субтитры сделал DimaTorzok Тенди, привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, наверное, будет FF на SS Кстати, с возвращением FF Это его первая игра в официальном турнире За команду Cats И, ну, как бы из команды Ytsin ушел Заменилась Nisa и теперь будет Фармить именно он, как это было раньше в котах Это не будет фарм на кипере Warbiz на хардлайне Legion теперь, наверное, выберет скаута В качестве хардлайнера Да И достаточно, скажем, пики изначально известные У команды появились, по крайней мере, в плане Лока Tempest там больше захотели играть Квамы Хотя можно было выбрать и из того, и из того Далее невозможность контрить своего собственного Tempest Кипера The Forest И Кипер достается команде Cats Shailos Styles будет стоять хардлайны FF будет фармить на Хаге И SS, наверное, все-таки такая на мидллайне Наверное, именно так И я тогда не очень верю в его победу на миде Ну а курсит, лал Да, курсит, конечно, странное решение Я даже не знаю, где он будет Курсит, наверное, со соулстилером спасать его от въезда будет Потому что, ну, я других вариантов выжить соулстилеру Кстати, мне не кажется, что у соулстилера будут большие проблемы под бафом у Warbiz Мне кажется, будет он уверенно контрить крипов Крипов, да, но каждый въезд Это ему нужно по-любому сейчас собираться в какой-то кучу статов В немного жизни, какой-то армор Ну да, смотри, будет стимбутс Никак иначе Весманс Мне, наверное, нужно вернуться в игру, потому что в ней нет звука Пропал звук Да, и не хочет появляться Надо релогнуться Я рестарт, но пока ничего не происходит Кипа не выходит И команды друг друга встречать, собственно, тоже не идут Поэтому посмотри, что там происходит А я пока вы перезайду Пока мешкаются, не знают, видимо, кто куда выйти будет Если эксперименты будут сокурсы, там, такими же неудачными То мы можем увидеть падение двух фаворитов сразу же в первый день группового этапа Ну, бичи с ними, на самом деле, сложно Они тренят Они довольно слаженно играют Эти ганги, ромы Они всегда берут кучу станов И они не сидят на месте Они всегда обладевают всей картой и уничтожают Ну, по крайней мере, пытаются Против них и ЦИ Раньше, по крайней мере, всегда справлялись Сейчас, как бы, все не так просто Состав чуть-чуть подводит Изменения большие Ну, керри так они, ребята, не нашли Искали они три недели керри себе на G1 И так, к сожалению, не нашли Я уже было думал, что метагейм в связи с этим поменяют В смысле, не будет керри Но нет, решили, что блеск будет пытаться Пока мне не понравилось первое Ну, и ЦИ они всегда использовали дампера Правда, на нем и фэфбол Ну, и фэф или бэку Сейчас блеск решил попробовать Не получилось чуть-чуть, видимо Ну, там, как бы, тоже бичи понимали, кого контрить Да, что дампера это очень дикий Тем более с гримором Зато очень веселенький даблмид Магмус пиромансер, проверенная годами И сотнями, скажем так, тысяч, наверное, исполнения Искульная связка Против соуссилера окурсит И это явно какая-то свежая выдумка Не знаю, как она себя проявит, но боюсь, что не очень хорошо Манкикинг внизу оставлен против кипера за Фореста И как-то у кипера не получился отвод крипов, что ли Рано закончились пеньки Мне кажется, он их даже и не вызывал Мана фуловая у него Нет, как-то крипы только что подошли сбоку Мне что-то показалось, что выживал Или с собой может как-то отводить Все может быть Ничего не понятно Ну, Манкикинг против кипера, кстати Мне кажется, что при замахшенном первом скиле Даже на двоечку уже вкачанном Манкикинг ничего дерева не сделает Под бафом варбиста, мне кажется, дерево будет доминировать нам Варбист получился лесной у нас, да? В связи с темпусом был выбран именно такой лайнап Потому что игра с лесником против игры без лесника Как бы дает о себе знать На топе мне не кажется, что скаут будет мешать Хаге фармить Да, не будет Он будет мешать отводить Там что-то мешать стакать Завардил Да, завардил пул Сейчас варбисту может быть что-то под завардить Там через 30 секунд варда Ну, собственно, я думаю, что скаут был изначально поставлен в лог Как возможное контр-атэмпост Но пока что это так получилось, что это в одной команде Ну, скаут он сам по себе неприятный хард-лайнер Варды эти его, которые блокают кэмпы в лесу Тем более, вот этот вард неприятный как раз на самом левом большом респе Который, когда он ставится с реки вверх Его очень неудобно закатрить Да, 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 его сложно найти Да, только курица в основном его находит Да и вообще он на лайне как-то не умирает по сути Инвиз решает Ну, пока я хочу сказать, что 8 крипов у магмуса Никакой особо баф варбиста не помогает Каю фармить У него 2 крипа на эсэссе О, въезд там, иду Первый въезд, хороший промах от ферст булаток Который, кстати, куда дел все деньги Смотри на Акурсина Акурсин погонял магмуса, но ничего ему не сделал Куда деньги делал пиромансер все Это курица варды от одного саппорта Да, они через одного саппорта играют, все на нем Ну, просто второчка, два бобра Это сильно Неприятно С другой стороны, не сильно опасный даблмит Ну да, объезжать им, по сути-то, нечем Манки Кинг гоняет кипера, и это, возможно, был бы фраг Если бы Манки Кинг, а он только получил четвертый левел, только вкачал В Унжеселем третий скилл станчик, ой, скаут Почти, почти при смерти был скаут А он может умереть? Нет, уже нет Да, он сейчас умрет А умрет действительно еще один... нет А, нет, бобром вовремя отожрался Успел съесть дерево, там действительно было 4 хп И мог он попробовать, попробовать умереть мог На миде въезд тем временем Внизу, наверное, убьет кипера Не, опять не хватает маны На мидллайне тоже никто никого Хотя, хотя у Магуса могут быть проблемы У него банка была только лишь на один Это Блодлас для Кая, ничего себе Эффективный, какой неожиданный даблмит получился И ферстблат Солстилера тоже не догонит Но тут, я бы сказал, с кучей самобурных действий Еще с первого промаха пиромайнсера с Таном Мне показалось, что что-то здесь не так Ну и, в общем, это что-то не так Привело к фрагу для команды Хеллборна Команда Кэтс ведет уже с счетом 1-0 При этом не имея преимущества практически никакого Ни по галдине, ни по экспе Нет, пока идет ровно Маттинг выгнал дерево, кстати Да, купил лайфтюб Не желает, чтобы его харасили При том, что, как бы, если это будет нулстоун То достаточно странно Да, тут не от кого Нет вообще, да, таргетных скиллов опасно Шлем можно будет купить Но, так же странное будет решение Малагунс опять как-то послабее, чем Солстиллер И это был, неужели опять фраг для Кая? Нет, не тот Кай, не тот Койл, да Он дал центральный, не попал ближним И на курсе, наверное, не было, чтобы его засовить А курсе такая ситуация, кстати, как курика пиромайнсера У него тоже ничего нет в паке Но зато он задоминировал пирико И это второй фраг для котов Хотя и смерть СС это плохо То есть СС поменять на пирико нормально Даже я бы сказал хорошо Магмус Ну, Магмус тоже ничего не на фарк Дело там, что я все, фраг Магмусу достался Вообще отлично Ну и банка у него, правда, уехала Теперь вернется заряженная Что тоже неплохо Кай ботинки уже себе приобрел Уже если что, убежит Ну у СС нет других вариантов убежать, кроме как ботинки Ну да Пацан без каких-либо сейвобилок Но вообще в котовский лайтгейм верится куда более сильно Поскольку Да, там варбиста Три кейа там Три Смитл 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 Просто Tempest Это хорошо против какого-то там Одного варбиста, например Да, вот крутит себе варбиста И вся остальная команда Как без рук Ничего сделать не может Здесь же все будет не так просто Уже лайтбренд на хаге Пятая минута, шестая У ФФ А сейчас с фармом Будет еще проще Лайтбренд это еще пропушенный таур Скаут, конечно же Никак этого противодействовать не сможет Выход варбиста Это вообще может быть сразу до Т2 Скаут Скаут на мидллайне Будет фрагная сессия О, какой хороший хил от Генчика Окурсит очень Сильные решения, видимо, были Продумали все, ребята И фрагнули Даже фрагнули Не как-то Побоялся Низнуть дабл дамедж Пиромансер И монмагнизнуть дабл дамедж Низнуть банбанку на разочек И это мог быть По крайней мере Сейчас еще фраг на магмулят Даблкил Да, это даблкил Для этой линии Один килл окурсит Один килл Слоустирую И эта линия выиграна очень сильно Я не знаю, практиковали, ребята Или это спонтанное решение Но драфтил Кай, кстати Вообще-то И я у Шайл от Старта забурал Последний раз Случайное, так сказать Спонтанное интервью Во время одного из сакастов И он сказал, что ребята Тренировались и драфтил все время он И решили оставлять его на драфтере То есть он будет Он и будет делать выбор Для команды Поэтому Окурсит и Солстиллер Мне кажется, с Окурситом Теперь он точно не прогадал Сейчас результатом 2.0.2 Для Окурсит Это 2.1.2 На эсэсе Это точно Неплохой выбор Да Ребята доказали Что они знали, что делают Кстати, давай заглянем Там Итси против Эвэйк 8.2 выиграют бичи Опять, наверное, гоняют их по всей карте Ну, 4 фрага у Пуджа, да Это 100% При этом Лейтгейм там Вернее, миддлгейм там Тоже очень смешной Потому что Дево под Протектив Чармом Под реплелом Известный тоже Пацан Себя не дамажит Не дадут сейчас въехать на боте по киперу Сдаст Да, там даже демот будет крутить Это, наверное, будет фраг Будет станчик и точно фраг для Манки Кинга Ну, наконец-то Наконец-то выход маржа из лесу Манка для МК Это хорошо А Манки Кинга копил деньги Да, у него 1800 Да, у него 1800 Да, у него 1800 Будут гасты Гасты, но я думаю, быстрый экшен какой-то На миде уже давно просится присутствие Манки Кинга Он не нужен Он даже может купить себе Весмонт и Хоббл И смело будет в тимфайтах даже танчить Ну, из-за покупки Хелма он немножко свой фарм потенциал опустит И придется ему сразу драться Хотя, может быть, это даже будет Рункливер, кто его знает Кипер вернулся на линию и в Тауэр Динай вышки Сейчас, наверное, за это заплатит хорошо Десбасс Будет ульта Да А ульту не качал Не качал, но умрет Все равно ФФ забирает кучу от, конечно, демиджа от Дотов, от Лайтбренда Десбасс за Динайл Тауэр и умер Без ульты Тем более с Лайтбрендом Таким ранним, Манны, в любом случае, хватило бы Манна Реген большой Из-за и сама на бачок Магмус будет рассказывать, что и соус не успевает, соус стиль 2, это бы раньше Не сбили даже щитов с СССР, это Еще и Хастана Каи, это будет еще один фраг, похоже Нет, не за Джугл, Пирик открылся Оу, факен оу 7-2 в Польском андекрации И совершенно провальный мидлайн, дает о себе знать Манки Кинг ранние гоуст марчеры, которые против кипера его здесь и так же ему не помогут А на другие линии, пока он перемещаться не хочет Хагу Манки Кинг точно не загонывает, хотя со скаута Салом что-то может быть и получилось бы Но у Хаги уже, уже 400 гпм, почти такая же ситуация и у соус стильера Собственно, аналитики, если поддать немного мидллайн это, то я могу сказать, что, наверное, дело в том, что у СССР единственный огромный минус в том, что он жить не умеет Вот у него нет сейва, никак ему не спасаться на миде, из-за этого частью он этот миды проигрывает Возможно, именно для этого и было придумано Курсид Да, а СС он и дамажить может за троих спокойно Да, дамажит он дихо, а вот жить не получается То есть, по нему въехать он не переживает Да, продумали все эти варианты Да, плюс же, щиток Акурсид, да, он снимает станд И вообще, вот сейчас Контрит въезды На пятом левеле, считай, да, с первым скилом на три он 200 хп заливает Да, и поглощает, и он очень хорошо И 110 поглощает щиток То есть, это уполторение количества жизни у СССР Смотри, СС просто двоих не боится на миде Расхастовывает ульту И добьет ли Магмуса, будет ли фраг? Да, ох, с одного удара столько уже хп он снимает С подбафом варбиста, смотри, какие тычки По 180, по 180 Убьюсов Теперь еще и Реген, банк ему даже не жмет банка Ну да, тычки по 180, это очень серьезная заявка на победу И вот ее реализация Ага, сразу же выход на гримор, уже арба прилетела Без ботинок Это будет очень быстрый гримор За 10 минут Нет, ну не за 10, наверное Минуте к 12-ой должен быть Да, к 12-ой, полторы-две минуты Пока долетит чисто в этом дело Интересное решение тоже от ФФа Но тут уже страха у него нету Он может покупать что угодно, если не в ближайшее время не уходить Легко он справляется с пушем Конечно же и у Карбика в лесу, я думаю, нет особо никаких проблем 270 гпм, ну такое Ну вполне нормально для воробиста Рабочая, рабочая Тем более он помогает всем линиям Ему только ассисты разве что за это не дают Ну 2-9 у котов 6 тысяч уже они выиграют на 1-ой О, эсэса будут забирать точно Ну таким раскладом Две ульты там Все на свете в Невыдале Будет ли продолжение по Акурсу Вот собирается, видимо Тимфайт, о, минус Акурс Ну в этом, конечно, камы посильнее С ультой Магмуса, с ультой Темпаста Ребята могут произвести большое количество Много контроля, много станов Есть Гримор, 11-ая с половиной минута, полетел 12-ая как раз долетит 12-ая, тем более сейчас еще Тауэр будет Денай, правда, Десбас Наверное, опять, правда, с фрагом Нет, нет, без фрага в этот раз Хотя, Могр сейчас без проблем Мне кажется, расходать скаута Да, вполне мог Но ничего не мешало Ульту он вкачал уже Смотрим, 90 хп Нет, не умрет Не умрет, просто лайт-брэнда не было Если бы, кстати, Гримор долетел Да Шайл Стайлз, приход на медлайн Попытка въехать по темпу У Солстилера, это уже есть портфокей Старнет Магмуса, хорошо попал в двоих И эсэсэс не смог вынуть парочку кайлов Да я тут... И все безманы догоняют Вардис тоже никак никого не догнал Эсэс дальше, будет ли прыгать ПК через одну Антекник на сустейнерах Бежит в мид, помогать Не боясь... Эй, эсэс, как запрыгивает Он никого не боялся, кроме Магмуса Кроме Магмуса Магмус, в принципе, здесь хага Хага подходит, но без ульты хага Без ульты, без ботинок, но на хасте На хасте, самое главное Сейчас у Блинка, у Блинка Сейчас... Ой, не у Блинка, это отдался Кай, нехорошо Скаут спалил, увидел, показал Магмусу И Магмус, как бы, сделал фраг Коты продолжают ганг дальше Манки Кингу тоже, наверное, сейчас достанется Да Да, Манки Кингу просто ничто не может сделать против них На удивление, очень сильно разрывают коты И тут явно дело, я бы сказал, не в перила и напиа Скорее, чуть в скилле Да, наверное, скорее всего так и было Скиллом вывезли, ребята Более опытные 17-ая минута, кстати, у бичей против футцов 17-5 бичей выигрывают Блесс не докеривает Счет, конечно, очень большой Даже 17-3 на самом деле Два раза заденайлся, потому что Не умирал он вообще Магма О, неплохой въезд, ворбисты заберут А буст, кстати, вообще ультимейт вориор на Магмусе Все киллы он забирает Это 5-0, 5-4 То есть он просто давненько не умирал, да, походу? Да Поумирал и перестал Но этот ультимейт вориор, наверное, не сильно будет спасать его в лейтгейме Но на самом деле, чего подождать? У кламов есть Ну, ПК на Магмусе будет, по-моему Неплохо смотреться Да, ПК на Магмусе Да и у Моржика фарм такой нормальный идет Вообще там 300 гпм есть У него есть астролябия Манки Кинг хочет хагу или наоборот? Нет, скорее всего Манки Кинг хочет Манки Кинг сустейнер Ну, полторы тысячи Меняют по счету уже 7-11 Да, но пока прилично отставание погалдеться, хотя мы видим уже 6000, а сейчас 4 только То есть отыграли какое-то количество денег сейчас команды региона Ну да, сейчас пока я в пиках вывозит по чуть-чуть эти станы Дэмэдж ульты Магмус с порталкей будет рассказывать ульту Въезд пока не самый удачный Это кипер и варбист не надомарил Продолжения нету И что? Опять мист стана Ира опять Царский стан Ой-ой-ой Хага с гримором Мульту выдал Сразу даба будет трипл Не, не факт Моржа нашли Да, Моржа убьет хага, это будет точно триплкил Ну, пятнадцатая минута и файт только что провели ребята в ноль Вообще ничего не смогли сделать Мне кажется, Магмусу надо было чуть-чуть подождать И не по варбисту с деревом езжать Да, не самые, конечно, лучшие таргеты для фокуса Мне кажется, там когда они должны были действовать со скаутом, с его сайлансом Дело в том, что, наверное, Магмусу вообще стоит езжать только по хаге Да Хага, солдстилер Да, хага и сс, все Солдстилер всего лишь стоит 900 трупа Ну, он 1100 с тембутсами на струнжу Ну, он пока их не ставит На это можно и подлавливать Ну, фарма много, и хаги уже 2200 Да, уже 11000 уже выиграют по голде Хотя только недавно было три Ну, два тауэра сразу к тебе файт варбист Есть по варбисту Ну, забирают его по-любому Не дали ему, а, он и не смог ультануть, ульта была в кулу Но, в любом случае, он получал сало, поэтому он никак бы не уезжал Что же, какую же раскачку убери дальше По девайсам, как говорится, осталось FF 2400 у него Будет ли это хелфлаур Хелфлаур на хаге вообще, кстати, всегда круто Очень хороший на нее айтем И от нее с хелфлауром не будет уходить здесь никто Включай манхетинга, который до 0100 Если он его сейчас будет покупать, то ему еще чуть больше тысячи денег Впрочем, хаги тоже еще 2000 Это хелфлаур Ну, это еще не факт, что это будет хелфлаур Может быть, что там все Это арба Это возможно выход на хекс Или даже фродскул Кто его знает Поэтому хелфлаур тут уже отменяется Только если в дальнейшем что-то надумает Ну, 2200 ОМК Время принимать решение Мне кажется, все же он 0 купит Будет 0 Конгор для котов Потому что с рум-кливером он просто не будет выживать в замесах Нет, это уже и поздновато для рум-кливера Хотя, в принципе, 17-ая минута не поздно Но по динамике ситуации нельзя сейчас в никакой файм уходить Скаут знает Очень быстро сбривают Конгора Но ничего не сделали Скаут подсвечивает нам, да, нечем Для хаги это токен 560 гпм уффа Да ладно, я думал, достали даст там, нет, не достали Тут так уверенно, Тим блинкнулся за скалком Получил, получил воробья Он даже умереть, может, сейчас Манки Кинг Да, он умрет И даже умрет, собственно Чудесный стан Не видел еще пока ни одного установки в цели от пирамансера Но, впрочем, это было такое на перспективу, к нему не Ну, слишком сильно выиграют коты, действительно И вот никакого шанса в лейте нет Ну, там, 6 удачных ультов Темпеста, разве что Ну да, если только Темпест 5 раз Закрутит абсолютно на всех Там уже по фарму Хага, какая ульта, Темпест снова не сможет ультануть, потому что получает слишком много демоджа в лицо от врача Хаги Хага с токеном, ни вообще ничего не боясь, свободно отдает жизнь, чтобы поубивать ребят Соулстилер Ох Темпест выкуп, но... но что это Некому продолжить ПП уже прописывает моржик, и действительно тут ничего не сделаешь Даже Магмуса, наверное, FF сейчас заберет 16-го левела Хаг Крайне неприятный Да Кваткилл, 8-0, и победа за командой Кэтс Совершенно разрывной выигрыш, очень быстро Как и выиграли Неожиданно, дабл мид выиграл Очень, вот чего-чего в этот дабл мид я вообще не верил И именно, в общем, на фармливого Магмуса, пожалуй, ставил ставки В принципе, у Абузмы получилось что-то сделать Мне кажется, это было специально, чтобы враги потеряли бдительность Тоже типа ха-ха Ну, не исключено, кстати, этот Бладлаз на ха-ха и был сделан Типа, сейчас убьем, сейчас убьем И там станом промахнулся В крипов потыкался И как бы, ну, не совсем получилось Это не тот случай, когда промах половиной скиллов приносит необходимый результат Ну, в общем, мы видим результат сейчас в победе команды Кэтс И это, вообще-то, 640 ГПМ на FF Очень разрывная игра Ну, и 500, собственно, на Soul Stealer А SS не особо увлекающихся фармом в конкретной этой игре 80 крипов всего-навсего Кая, это столько же, сколько у карбюратора Столько же, сколько у... практически столько же, сколько у дерева И, ну, это очень показательный результат Ребята создали уже следующую игру И сейчас, я думаю, через пару минут Мы начнем смотреть Бо-2 Вторую игру команды Кланд против команды Кэтс В групповом этапе турнира G1 Pro Оставайтесь с нами и скоро мы будем с вами Пользуясь случаем, хочу сказать, что ИЦы консиднули Сдались ИЦы и официально Awake против команды ИЦ 2.0 Тебя заинвайтили, Тэнди, уже? Нет, еще Все, да, заинвайтили Ну, короче говоря, ребята, это тоже, как бы У нас в скайп-конференции нашей G1-овской пишут, что Это, конечно, круто и сенсация Хотя, ну, для меня это не было сенсацией, на самом деле Большие уже изменения у ИЦО в неполный состав И, собственно, их работу в неполном составе мы видели и на DreamHack'е Как бы и видели их результаты И, в общем, они были не очень хорошие Сейчас же состав поменялся Два человека, при том, что их и команда часто зависит от роли их керри И от их изи-лайнера Да И практически все игры вытаскивались сначала Вуку, потом FF'ом Да, сейчас без этих персонажей команда не справляется Поэтому это и не было удивительно 2.0 Ну, а пик они менять не собираются на какой-то либо фаст гейм Да, можно было Можно было, кто там у нас играет через Deadwood и Pebbles Есть ребята, которые вот так вот пытаются И это достаточно интересно выступать Джей Кейи так играют, Мекки так играли Через Deadwood на изи-лайне, Pebbles на мидлайне или наоборот Да, и просто берут по Портал Кейю Да, берут 2 ПК и против них на самом деле нелегко Ну да, там считай, Deadwood ваншотит какого-нибудь саппорта А Pebbles может уже взять и таргет поплотнее Тем более это может быть и как бы подстилочка Первый скилл, да, Рутенграсс от Deadwood Да, по цели Pebbles Тогда это уже может быть уже и танки керри Поскольку там минус армор, там длительный иммобилайз И Pebbles То есть у Pebbles тычки с руки очень хорошо По 300, да, по минус армору они крайне приятны Игра создана Вот уже, я думаю, минуты 2 И мы продолжим А пока включаю немножечко какой-то музей Субтитры сделал DimaTorzok